МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правда, 24 кадра в секунду в Наукограде торжественно открыли фестиваль документального кино. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путешествие на воздушном шаре. Бийчане виртуально переместились в Италию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ответит в социальных сетях. На официальных страницах губернатора края Виктора Томенко продолжается прием вопросов. Уже 31 июля глава региона ответит жителям на волнующие их темы. Интервью в прямом эфире можно будет посмотреть на официальных страницах правительства края на площадке ЦУР. Начало трансляции в 17.00. Спросить о том, что вас беспокоит, можно лично у Виктора Томенко. Позвонить по номеру или оставить свой вопрос в социальных сетях под постом о прямой линии. Напомним, в конце прошлого года глава региона уже отвечал на вопросы жителей. Тогда поступило более 9,5 тысяч обращений. Проявляли активность бийчане, спрашивали про свалки мусора, инклюзивное образование, уровень медицины и многое другое. Конституционный суд Российской Федерации запретил усыплять бродячих собак. Эвтаназия возможна только в случаях прямой угрозы людям. Такое решение высшего судебного органа может отменить региональные законы в области обращения с животными и заставить пересмотреть действующие меры. После принятия в прошлом году поправок к федеральному закону об ответственном обращении с животными все больше субъектов Российской Федерации стали разрешать эвтаназию животных, которых не забирают из приюта. Первой в этом вопросе стала Бурятия. После к ней присоединилась и Республика Алтай. Подобная инициатива разрабатывалась и в нашем регионе. Законопроект о регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными на территории Алтайского края был принят в первом чтении. Однако теперь его могут отправить на доработку. В целом документ, разработанный алтайскими депутатами, не противоречит позиции Конституционного суда. Но теперь властям нужно еще более подробно изучить доводы, чтобы учесть все нюансы. Напомним, приемлемым усыпление собак признается лишь в том случае, если это обусловлено рисками распространения болезни, нападением на человека и проявлением немотивированной агрессии. А вот загруженность приюта или оптимизация бюджетных расходов основанием умерщвления животных быть не могут. Мемориал в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне отремонтируют в Бийске. Памятная композиция на протяжении последних лет несколько раз подвергалась нападкам вандалов. Но раньше ограничивались лишь локальными работами. Теперь же мемориал готовят к основательному обновлению. Подрядчик определен, работы на объекте уже начались. Для начала строители убирают все сломанные элементы, старые лавочки, плитки, цепи ограждения. Очищают от слоев старой краски центральный монумент. Затем начнутся монтажные работы. На мемориале установят новый куб и караба с цифрами 1941 и 1945. Общая сумма контракта 1 миллион 270 тысяч рублей. Ремонт мемориала в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне по документам должны завершить к 20 сентября. Подрядчик, как и во всех подобных работах, дает 5 лет гарантии качества. А далее реклама. Не переключайтесь. Готовим клиентов для вашего бизнеса в ассортименте. Телевизионные каналы в цифровом и кабельном эфире. Социальные сети, сайт, печатные СМИ. Оптом скидки. Бийская медиагруппа. 3131-15. Бийская телевидение. Здравствуйте. Новосибирск. 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 Сегодня мы продолжаем. В Барнауле стартовали шокшинские дни на Алтае. С деловой программы. Какие возможности дает нейросеть режиссерам, сценаристам и в конечном итоге зрителям? Обсудили там, где обычно ведут диалог бизнесмены. Не останутся ли без работы талантливые люди? Ведь нейросеть теперь сама может написать даже сценарий фильма. Подробности в следующем сюжете. Все понимают, что там сезонная публика стоит 2 миллиона долларов. Маленькие переграды, не меньше. И поскорка в тысячу, две секунды стоит. Но когда дело, которое у нас есть отдельное направление, если это будет просто 30 тысяч рублей, то меньше. Благодаря нейросетям труд кинематографистов может стать дешевле. Гости шокшинских дней на Алтае рассказывали всем интересующимся о новом инструменте в работе. Не только над созданием видео, изображений и звука, но и над созданием шаблона сценария. Меняются не сами методы решения, а вообще целиком подход. Где раньше стоимость одной цены могла доходить до 100 тысяч долларов или миллиона долларов, сейчас эта стоимость в сотни и в тысячи раз по цене становится ниже. Это, соответственно, влияет на количество контента, который будет появляться просто в рамках в мире, в информационном пространстве. Но важный параллельный момент, что теперь доступ есть у каждого. За три дня программы слушатели смогут создать свое аудиовизуальное произведение с помощью нейросетей. Я боялась, что нужно будет создавать какое-то компьютерное чудо. Но если по поводу сценария, то, наверное, это интересно. То, что я сегодня прослушала, для меня понятно. Не опробовано еще, но понятно. И мне бы очень хотелось попробовать. Я думаю, что я это с азартом буду делать. Ведущие деловой программы о нейросетях рассказывали подробно. В том числе о том, что они бывают разные для математиков, художников, психологов и так далее. Позволяют генерировать даже фантастические изображения. И это возможность в разы сократить время работы мультипликатора. Появляются и гиперреалистичные работы, когда мы можем увидеть, к примеру, постаревшую принцессу Диану и Лимону Лизу в полный рост, будто Леонардо да Винчи ее дорисовал. Чем точнее формулировка запроса, тем ближе к желаемому получится результат. Но компьютер до сих пор несовершенен, и ошибки робота исправляют вручную. Те же технологии позволяют создавать дипфейки и обманывать. Вот понятие тембра, голоса, интонации, это как отпечаток пальцев у человека, понимаете? И когда вот сейчас, если нейро будут заменять вот эту интонацию и голос человека, ну, мне кажется, это нарушение прям какой-нибудь прав человека. Вот для меня это важно, начали возмущаться голливудские актеры, потому что использование их интонации тембра легко можно без согласия даже, то есть воровство. Говоря об этике, профессионалы уверены, что на любое зло найдется и добро. Нейросеть работает на основе экспертной оценки, то есть человеческого мнения. В базе данных, которая собрана людьми, ограниченное количество шаблонов для любого нейротворения. Все рецензии, рекомендации, сценарии, они будут очень похожи, если будем юзать чат GPT. Но потом каждая СМИ или каждый человек научится находить даже в искусственном интеллекте уникальность. Ну и самое главное, оставлять за собой право финальной редакции, чтобы текст был уникальным. Пока человек пользуется шаблонами нейросетей, он создает новое из старого. Но когда у нейросетей заканчиваются идеи, восполнить базу способен только человек. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов, Будни. Нравственность есть правда. Под таким названием в Бийске торжественно открыли фестиваль документального кино. Изобразить жизнь такой, какая она есть, ничего не придумывая и не добавляя. Задача, с которой участникам фестиваля нужно справиться в коротком и в полном метре. В городу Бийску очень повезло. Мы стали центром проведения номинации документального кино. Дело в том, что вот эта номинация, она всегда очень особенная, потому что это о правде жизни, о самой жизни. 21 июля более 200 человек посетили торжественное открытие фестиваля в молодежном центре Родина. Зрители увидели один из конкурсных фильмов «Деревня, что живет во мне». Картина о мальчике Боре, который каждое лето на каникулах живет у бабушки в деревне. После окончания школы он приезжает туда с видеокамерой, чтобы запечатлеть последнее лето своего детства. Впереди зрители ждет много новых интересных картин. Художник, который пытается восстановить рухнувший памятник героям-подводникам. 18-кратная чемпионка мира по подводному ориентированию. Невероятная женщина-муза и жена гениального поэта. Командир взвода, 80-летний егерь, ведущий уединенный образ жизни в тайге. Все эти люди стали героями документального кино. Есть фильмы, которые могут смотреть и дети, есть фильмы, которые могут смотреть только взрослые, есть фильмы для подростков. В общем, спектр широкий из 18 картин, которые будут представлены в конкурсной программе. В общем-то, выбор есть. Фестиваль документального кино продлится до конца ноября, поэтому я думаю, что мы еще представим фильмы наши. И не только конкурсные программы, а и фильмы тех режиссеров, которые будут гостями кинофестиваля, и наших алтайских кинорежиссеров, и кинорежиссеров Сибири, потому что у нас жюри, например, фестивали в этом году, это «Сибиряки», это «Красноярск», «Новосибирск». Их фильмы тоже интересно было бы, наверное, зрителям близко посмотреть, потому что это выдающиеся отечественные режиссеры-документалисты. Есть что посмотреть. Этим летом «Наукоград» встречает гостей сразу двумя архитектурными новинками. Так, на железнодорожном вокзале появился памятник первому пассажиру. Его привезли в Бейск из Рубцовска. И не случайно. Задача металлического персонажа – встречать туристов и выступать арт-объектом для приветственных фото. Автором памятника стал рубцовский скульптор Александр Долгий. Помогал ему сварщик-сборщик Иван Грудинин. Изначально скульптура была установлена на железнодорожном вокзале в Рубцовске. Появление его в Бейске – временное. Установку памятника первому пассажиру приурочили к другому туристическому событию – первому круизному поезду по местам силы. Напомним, маршрут Новосибирск-Шерегеш через Бейск пока работает в тестовом режиме. Первый его рейс был успешным. В путешествии выходного дня пожелали отправиться более ста туристов. Еще один арт-объект – памятник Василию Макаровичу Шукшину. Установили на площади возле Педагогического университета Шукшина. Это городская скульптура, стилизованная уменьшенная копия памятника на пикете в селе Сростки. Автором реплики стал архитектор-проектировщик Александр Деменко. Копия выполнена в стилистике полигональной фигуры из металла. Памятник установили за счет муниципального гранта. Остальные средства были собраны активистами. Торжественное открытие нового арт-объекта состоится в сентябре. Бейчане прямиком из выставочного зала переместились в Италию. Правда, виртуально. Такая необычная культурно-досуговая программа стала настоящим экспериментом. Путешествие на воздушном шаре вместе с посетителями совершила и наша съемочная группа. О любви в тепле июля бейчанам рассказали в выставочном зале. Да еще и на итальянском языке. Не каждый может позволить себе отправиться в другую страну. Поэтому здесь придумали необычное виртуальное путешествие. Для этого даже разместили оригинальную фотозону – воздушный шар. Такая культурно-досуговая программа для Бийска является экспериментальной. Может быть, это потому, что даже и моя мечта – во-первых, полетать на воздушном шаре, а во-вторых, посетить Италию. У нас в Бийском кривическом музее есть предметы, которые связаны с Италией. Во-первых, это пластинки, музыкальные произведения. У нас есть уникальный сотрудник, который разговаривает и может говорить на разных языках. Один из них – итальянский. По дороге любви, наполненной иностранной поэзией, бейчане отправились вместе с научным сотрудником отдела фонда в Бийского краеведческого музея Еленой Поповой. На плавном тягучем итальянском языке она наизусть зачитывала строчки стихотворений, наполняя их яркими эмоциями. А чтобы гости понимали, о чем идет речь, тут же делался перевод. На стихийной мини-выставке гостям представили бинокль, фотокамеры, виниловые пластинки на итальянском языке. То есть предметы, которые принято ассоциировать с путешествиями. Все экспонаты были подарены близкими коллекционерами. Понравилась форма проведения досугового мероприятия, совершенно новое для меня. На таком мероприятии я еще не была ни разу. Поэтому, если это войдет в практику, то мы будем всей семьей приходить и с удовольствием погружаться в мир искусства, путешествовать виртуально по разным странам и познавать для себя много нового и интересного. Такие рекреационные программы, когда люди приходят не просто отдохнуть, но и за получением новых знаний, погружаясь в определенную атмосферу, сейчас являются перспективным направлением. И, скорее всего, учитывая успех минувшего мероприятия, на этом выставочном зале не остановятся и будут предлагать бейчанам новые досуговые идеи. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. Более подробную видеоверсию смотрите завтра в программе «Я в Бийске». И о погоде 23 июля в Бийске будет облачно. Ожидается дождь, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление низкое, влажность воздуха будет, наоборот, повышенной. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 27. И это все новости на сегодня. Если у вас есть актуальные темы, предложения, злободневные вопросы, сообщите нам, мы постараемся вам помочь. Телефон нашей редакции 313-507, а также ищите нас в социальных сетях, оставляйте комментарии. Хорошего завершения рабочего дня. До встречи в эфире.